Многие годы туристический слёт для ветеранов проходил недалеко от города в Сосновом Бару на поляне «Добро пожаловать». На этот раз люди пожилого возраста решили окунуться в атмосферу самобытной культуры северных народов и собраться в этнографическом центре Силава. Он расположен в 14 километрах от Урая, на живописном берегу реки Канда. «Есть у нашего народа мудрые обычаи – освещать пространство дымокуром священной чаги». Встреча гостей начинается с проведения обряда. У северных народов чага считается целебным даром природы. Она очищает мысли и душу человека, освобождает от тяжёлых раздумий, дарит здоровье каждому, кто к ней прикоснулся. Ветераны желают друг другу отличного настроения и вместе с хозяйкой этноцентра приветствуют солнце. День на удачу выдался тёплым. А затем все вместе, загадывая желание, завязывают ленточки на священное дерево. Когда сюда приезжают ветеранские организации, я всегда с радостью их принимаю, потому что это поклон моим родителям, поклон моим землякам, поклон всем тем, кто строил наш город. Поэтому здоровья им, энергии и счастья. В знак благодарности за гостеприимство участники турслёта, команда строителей, подарила хозяйке этноцентра саженцы дуба. Рафаил Давлекьянов вырастил их своими руками. Желуди мне презентовали здесь, в Урае. Я вот решил из этих желудей попробовать вырастить дубы. Ну, они все как на подбор. Часть я уже с внучкой и ещё с одним пенсионером посадил, где паровозик. Там посадили в прошлом году. Ну, а вот часть решили подарить сюда. На земле коренных народов собрались более ста человек. Это представители разных ветеранских организаций города. Самые активные, спортивные, молодые душой. Они на самом деле молодцы, они бойцы. Они показывают очень хорошие результаты в спорте. Они активно участвуют. У них вот этот дух такого соперничества присутствует. Им всё это интересно. Они неравнодушны. Я не знаю, это люди, которые, на мой взгляд, просто притягивают к себе позитив. Без спорта не обошлось и в этот день. Команды ветеранов соревновались в весёлых стартах. Ловко управляли клюшкой, удерживали валанчик на ракетке, передавали мяч. Прошли соревнования очень дружно, весело, со здоровым смехом. Первый раз принял участие в таком мероприятии. Впечатление у меня очень положительное, переполняет эмоции. Поучаствовал в одной из команд. Зарядился, так сказать, бодростью, энергией. После весёлой эстафеты встреча продолжилась викториной. А потом все ели кашу дружбы и пели песни у костра. Первый раз я на таком мероприятии. Я в восторге. Спасибо Совету ветеранов за организацию такого праздника для нас, пожилых. Спасибо хозяйке нашей Ольге Александровне, что она нас приняла. С кашей нам помогла и с чаем помогла. Большое-большое есть спасибо. Это же прекрасно, когда людей нашего возраста собирают всех, чтобы люди могли пообщаться, поговорить с друг с другом, песни попеть, потанцевать. Это здорово, это очень здорово. Туристический слёт прошёл уже в девятый раз. Теперь все с нетерпением будут ждать следующей, уже юбилейной встречи. Ольга Ускова, Александр Усков. Наши города.